Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет шашлык. Шашлык будет у нас разный. Это будет люлятка, куриный антрикот, который я просто обожаю прям вообще. Давайте начнем. Не будем томить. Ах, как пахнет! И прям горячий. Мне его привезли буквально за несколько минут. То есть ресторан, где готовится этот как раз-таки шашлык, он находится под моим домом. Они так быстренько все организовали. Правда, дороговато мне вышло. Но я подумала, ладно, зато видео будет интересное, классное. Так как я живу в квартире, не в доме, здесь просто нет условий, чтобы сделать вкусный шашлык. А у меня Биби делает такой обалденный шашлык, ребята. Я просто всегда восхищаюсь. У меня есть двоюродный брат. Вот. И он даже делает не настолько вкусно, как моя Биби. Биби, что я говорю? Тетя. Это на Азербайджанском Бибиах. В общем, тетя моя делает очень вкусно. Маринует так. Так маринует. Мы как-то на работе делали с коллегами. Что-то вроде корпоратива. И решили пойти делать шашлык. Делал один парень. Еще, знаете, так было, что половина сотрудников просто сидят, ждут, пока шашлык будет готовить. А другая половина сотрудников только и делала, что работала. Как-то нечестно получилось. Причем я была среди тех, которые просто сидели и ждали, когда шашлык будет готов. А все почему? Потому что я не знала, что сделать. Я предлагала свою помощь. Мне сказали, да ты сиди. Вот такой вот пикник у нас получился. Вообще, я все эти дела не очень люблю. Как вы знаете. Я помню один раз, мы когда были в деревне, моя тетя, она вообще за такую движуху, там за пикники и так далее. И мы поехали в общем в деревню. Моя тетя говорит, вот давайте, говорит, поедем. Там есть водопад. Рядом с ним устроим пикник, но с одной сделаем шашлык. И там еще наш соседский парень был, друг моего детства. Он говорит, пошли, пошли, пойдем. Будет очень интересно. А я такая, да ну, неинтересно, не охозим. Короче, начала ныть. Вдруг детства у меня такой, говорит, чуть палец не откусила. Вот что ты будешь, говорит, дома делать? Ты хотя бы развеешься, покушаешь. А водопад, говорит, какой красивый. Может, в жизни такой не видела. Ну, я решила, ладно, пойду. Ребята, там моя тетя сделала такой шашлык. Это просто была сказка. Я как-то не смогла себя контролировать. И так получилось, что она делала и я ела. Она делала и я ела. И в конце этого вечера я так наелась. Я даже не обратила внимания, что другим как-то не хватило. Очень некрасиво получилось. Вот это наш сосед друг моего детства. Такой, говорит, ты же не собиралась, говорит, вообще на шашлыки не хотела. А тут, говорит, все голодные остались из-за тебя. Мне так стыдно стало, реально. Все начали смеяться. Ну, мне реально стало очень стыдно за то, что я даже не подумала. Вот беру и ем то, что готовится. Не знаю, дальше там есть или нету. Сколько этого маринада, сколько мяса. Такая вот ситуация была. Вот с тех пор и после этой ситуации, которая залюбила шашлык, у нас он называется кебаб. Вообще во всех странах он называется кебаб. Не знаю, почему именно по-русски он называется шашлык. Но суть не меняется. То же самое. Раньше, когда мы жили в частном доме, папа постоянно делал шашлык. Но сейчас, к сожалению, ни мангала нету, ни условий. Поэтому приходится покупать. И все равно, знаете, покупной, он вкусный, конечно, но он не такой, как делает моя тетя или папа. Может, мы привыкли к этому вкусу. И из-за этого, а может быть, и вправду, они готовят намного вкуснее. Следующий у нас антрикот. Обожаю. Это просто любимое. Вот антрикот то, что надо. Куриный мне не очень, если честно, понравился. Но вот антрикот. Сказка просто. Какое жирное. Еще я помню такую ситуацию. У нас на свадьбе в деревне такая традиция, что шашлык дают только мужчинам, которые приходят на свадьбу. Это реально очень нечестно. Это очень тупо. Почему так? Я не знаю, только у нас в районе так или у всех. К чему такая дискриминация? Там мужчина и женщина сидят отдельно на свадьбе. Вы представляете, одна семья идет на свадьбу, мужчина дарит отдельно на свадьбе. Мужчина дарит отдельно. Причем женщина дарит намного меньше. Не знаю, в чем это суть, но я помню, что мы с папой были на одной из таких свадеб. И папа принес свой шашлык и отдал мне. Я говорю, папа, а что ты будешь кушать? Он мне сказал, там есть еще. Кушай. В такие моменты понимаешь, насколько родители любят нас. Вот реально. Во всем этом мероприятии, во всем этом празднике папа думает только обо мне. И это на самом деле очень ми-ми-ми-ми-ми. Но реально это очень тупо. Когда женщины сидят отдельно от мужчин, зачем это делается, вообще непонятно. Но это очень часто практикуется у нас в деревнях. Хлеба мне так мало положили. Вот я не понимаю. Да ваш так дорого стоит, ребята? Чего так мало? Здесь есть вот еще один лаваш. Обычно, когда я где-то что-то заказываю, вот что-что, а хлеба кладут много, чтобы ты прям наелся. А здесь прям очень, знаете, такой экономией. Хотя я не особо люблю хлеб, но все равно. Рюля из картошки. Вообще супер. Интересный вопрос, можешь рассказать выпускной со школы? Я сначала хотела вообще не идти, но потом мама меня уговорила, мол, это один раз в жизни. у нас был в ресторане, ну, как и у всех, наверное. Причем у нас был в ресторане, где делают свадьбы. вот, мы заняли там три-четыре стола и больше никого в зале не было. Ну, танцевали, веселились. Я думала, что все придут с родителями на свой выпускной, я, получается, заплатила и за маму, и за себя. А по факту, оказалось, что только я с мамой. Но я не жалею, что я пошла с мамой. Мама тоже, интересно, провела время, повеселилась. Вот. Еще была такая тема, как встречать рассвет со своими одноклассниками. По идее, идея была хорошая, но так как моя подруга, она не шла и даже на выпускной найти не хотела, поэтому я тоже думала не идти. А встречать рассвет я точно не собиралась, потому что не могу сказать, что прям у меня были хорошие отношения с одноклассниками. Ну, привет, пока. Вот так вот. Вот. Так как я училась с ними не прям с детства, да, я как бы новенькая пришла в 10 классе. Поэтому каких-то близких отношений не получилось. Вот Рикот вообще обалдеть. Посмотрите. Какой жирный кусочек, а. Вот прям жир. Обожаю. Все прошло очень интересно, очень весело. Но можно сказать, что я была одна из первых, кто покинул это мероприятие. На этот же день были какие-то другие дела. Поэтому, когда все веселились, я ушла. А еще такой момент. Я была в таком вечернем платье, а оказывается, все девочки договорились, что когда будет дискотека, они пойдут в туалезе переоденутся. И они уже были в шортах, в каких-то мальчиках, в удобных вещах. А я была в этом вечернем платье, не могла нормально танцевать. Плюс была еще на каблуках. Поэтому приехал мой папа и забрал нас. Как же вкусно! Следующий интересный вопрос. Ты бы хотела снять видео с Верняевой? Почему нет? Мы бы сняли бы совместное видео, это было бы очень интересно. Я думаю, что она бы съела больше, чем я. Но мы живем в разных городах, поэтому даже если мы этого хотим, у нас это не получится. Мне очень нравится, как она ест, как она рассуждает, что она говорит. Не знаю, мне все в ней нравится. Я не понимаю людей, которые вообще что-то плохое про нее пишут. Ну, конечно, вкусы разные, я не знаю, но мне как бы по вкусу она. Следующий вопрос. Думала когда-нибудь поменять тематику канала. Если честно, да, иногда думаю об этом. Я хочу перейти больше на какие-то влоги, на какой-то лайфстайл. Но, на мой взгляд, мукбанки всегда не будут. Даже если они не будут набирать просмотров, я все равно их буду снимать, потому что я обожаю просто вот так вот кушать и болтать на камеру. Мне кажется, это очень интересно. В общем, на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю приятного аппетита, удачного дня. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok